На оперативном совещании Аким Горда Ирки Булан Баяхметов поздравил Галимбека Ахмеджанова с назначением на должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции 15 июля текущего года. Далее совещание продолжил Аким поселка Бестубе Мусулман Бек Исмогулов. В своем докладе он рассказал о социально-экономическом развитии поселка. Общая численность жителей поселка Бестубе 6 861 человек, в том числе 3728 работающих, 1256 человек самозанятых и 17 тружеников тыла. Мусулман Бек Исмогулов отметил, что в поселке Бестубе преобладает горнодобывающая промышленность. Так, на территории поселка функционирует филиал горнометологического концерна «Казахалтын» и обогатительная фабрика «Казахалтын Технологи». Получатели АСП с апреля 2019 года по июнь 24 семей. Активное участие в оказании материальной помощи насилием принимают частные предприниматели. В Сенавровом обществе ГМК «Казахалтын» и «Казахалтын Технологи». Также с начала года оказана социальная помощь продуктами питания 53 семьям на сумму 350 тысяч тенге. Тверным топливом углевым 13 семей на 297 тысяч тенге. Для очистки территории поселка Бестубе от мусора и вывоза снега в рамках государственно-частного партнерства частными предпринимателями и концерном «Казахалтын» предоставляется спецтехника. За отчетный период в рамках государственно-частного партнерства ликвидировано три стихийные свалки. На бюджетные средства ликвидировано четыре стихийные свалки, вывезено мусор на 2 миллиона тенге, произведена подсыпка щебнем улиц поселка, также на 2 миллиона. Установлены две карусели, шесть скамеек, а также урны в парке. По словам Акима поселка, в 2019 году из областного бюджета выделено 800 миллионов тенге на ремонт дороги, проложено 15 километров. Еще на 10 километрах ведутся подготовительные работы. Планируется установить 40 столбов освещения в третьем квартале. Тем временем 8 светильников на столбы освещения уже установлены. Помимо этого, в рамках государственно-частного партнерства концерном «Казахалтын» произведена посадка 150 саженцев и 250 посадива «Казахалтын Технологи». Предпринимательской деятельностью занимаются 115 индивидуальных предпринимателей. У них занято 180 человек. Основная часть предпринимателей занимается торгово-закупочной деятельностью. В поселке три предпринимательские хозяйства – это Алпуспаев, Ахметов, Майканово. Кроме этого, отдельные жители поселка имеют большое поголовье скота и арендуют земли Элементаврского района. На бюджетные средства ведется ремонт кроли в средней школе номер один. В рамках ГЧП концерн «Казахалтын» планирует установку спортивной площадки для мини-футбола у основной школы номер четыре и кабинета робототехники в средней школе номер один. Культурно-массовые мероприятия проводятся в Доме культуры Рауан. Действуют различного рода кружки для детей, а также в здании ДК расположена комната дневного пребывания детей с ограниченными возможностями. Медицинскую помощь населению обеспечивает лечебное учреждение, состоящее из врачебной амбулатории и отделения Степногорской центральной городской больницы. Помимо этого, имеется одна бригада скорой помощи. Подводя итоги, Аким поселка сообщил, что ситуация на территории Бестубе стабильная. В свою очередь, Иркибулан Баяхметов поручил Акиму поселка продумать формы взаимодействия с концерном «Казахалтын» в целях реализации социальных проектов, активизировать работу по развитию малого и среднего бизнеса, а также продолжить работы по благоустройству. Также руководитель города поручил управлению полицией города на регулярной основе проводить рейды в микрорайонах города и на территории дачных участков, ужесточить контроль над нелегальными свалками. По поводу полигона ТВ, вы тоже включите работу, надо понять по ситуации, какие вложения нужны, вообще просто ситуации и документы для того, чтобы официальное оформление, все эти вещи негализовать, провести. Там может быть, опять же, компания, которая работает, может быть, она тоже примет участие в этой организации. Это нормально, полигоны и выводы. Помимо этого, в связи с участившимися в Акмольской области несчастными случаями на водоемах, Управлению по чрезвычайным ситуациям города поручено проводить мероприятие по обеспечению безопасности на воде и организовывать рейды по местам несанкционированного купания граждан.